Комар укусил, теперь рука будет чесаться. Но это нормально, если рука чешется, когда тебя укусил комар. А вот бывает, зуд возникает без причины. Чешется рука, лицо, ноги, тело. Зуд может быть как безобидным лёгким, так и просто нестерпимым. В любом случае, врачи говорят, что это повод задуматься о своём здоровье. Возможно, у вас есть проблемы с щитовидной железой, либо развивается депрессия. А ещё это может быть признаком того, что вы неправильно соблюдаете гигиену. Когда же зуд безобидный, а когда нужно обязательно обратиться к врачу. Сейчас узнаю все подробности у нашего эксперта. Поехали! Татьяна Романенко, врач-терапевт высшей категории. Татьяна Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я тут съездила к бабушке, приехала оттуда вся в комариных укусах. Думаю, ну ладно, всё чешется, но как-то быстро всё прошло, воспользовалась какими-то правильными средствами. Но, насколько я знаю, что иногда чешется что-то без причины. И вот расскажите, пожалуйста, почему так происходит. Ну, например, одна из причин – это недостаток витаминов. И прежде всего жирорастворимых А и Е. Это те волшебные витамины, которые участвуют в регенерации кожных покров. Благодаря им она становится эластичной, влажной, красивой. Ну, естественно, когда у вас недостаток гиповитаминоз, витаминов А и Е, или их дефицит, то страдает не только кожа, но и другие придатки, можно сказать, кожи. Это волосы, они могут становиться ломкими, тусклыми, начинают слоиться ногти. Ну и вообще характерна такая общая слабость. Кожа просто становится как бы такой гиперчувствительной. Зуд может возникать практически везде. А какой можно дать совет в таком случае? Ну, в первую очередь, сбалансировать свой рацион питания, чтобы в нём в достаточном количестве содержались как овощи и фрукты, так и продукты животного происхождения. Запомнили? Вот и молодцы. Летом часто летит то пух какой-то, то вот эти насекомые. В общем, какой-то зуд возникает часто. А что ещё может вызывать его со стороны наших внутренних органов? А на другая причина кожного зуда или изменения кожных покровов – это нарушение работы щитовидной железы. Снижение выработки гормонов щитовидной железы ухудшает энергообеспечение во всём организме. Так вот, гипотириоз оказывает влияние на весь организм в целом и в том числе на кожные покровы. Кожа также становится сухой. Она истончается. И, конечно, сухая кожа может быть источником зуда. Но когда снижается выработка гормонов щитовидной железы, страдает весь организм. И помимо кожного зуда вы начинаете жаловаться на сонливость, снижение работоспособности, прибавку веса, запоры. То есть такой кожный зуд, конечно, игнорировать нельзя. И нужно срочно обращаться к врачу, сдавать анализ крови на гормоны щитовидной железы. Вот так вот кожа может чесаться, если у вас нарушена выработка гормонов щитовидной железы. Обязательно к врачу. Вот у меня сложилось впечатление, что все причины, которые вызывают зуд кожи, так или иначе связаны, не знаю, с выпадением волос, с ломкими ногтями. А есть ли вот какие-то причины, которые, ну, с этим не связаны? Вот просто чешутся? Да. Я вас сейчас удивлю. Есть такой вид кожного зуда, который не связан ни с чем материальным. И это зачастую спутник депрессии. Что такое депрессия? Нарушение выработки нейромедиаторов. Дофамина и серотонина. Они отвечают за наше настроение, за нашу работоспособность. Когда нарушается выработка этих нейромедиаторов, люди начинают страдать. Страдает их нервная система, нарушается передача нервных импульсов. И одним из признаков депрессии является кожаный зуд. Причем этот зуд возникает в разных местах. Бесполезно принимать какие-то биологически активные добавки. Нужно обратиться к грамотному специалисту. А вот вы мне еще говорили, что какая-то неправильная гигиена тоже может спровоцировать зуд. Появление кожаного зуда может быть связано с тем, что человек часто моется, много моется и неправильно моется. Так, ну-ка. То есть когда мы часто моемся и используем гигиенические средства, и может быть они не совсем деликатные, подходящие для вашей кожи, мы нарушаем наружный, защитный, барьерный слой наших кожных покровов. Кожа начинает скрипеть и зудеть. Но есть еще одна причина. Когда мы используем для мытья слишком горячую воду, мы можем спровоцировать избыточную выработку кожаного сала. А если кожа становится такой жирной, это будет хорошая питательная среда для разных бактерий. И тогда уже причиной кожаного зуда будут какие-то гнынечковые воспалительные заболевания кожи. Татьяна Юрьевна, а вот в каких еще случаях, не знаю, ну, нужно срочно бежать к врачу, а каких болезнях еще можно сигнализировать зуд? А, ну, все-таки, когда зуд длится дольше двух недель, сопровождается изменением цвета кожи, повышением температуры, повышением каких-то гнойно-воспалительных элементов на коже, это повод обратиться к врачу незамедлительно. Татьяна Юрьевна, спасибо большое. Будьте здоровы. Если чешется левая рука, это к деньгам. Если чешется нос, то это, ну, веселые вечеринки, сами понимаете. Поэтому надеюсь, что у вас все будет, если и чесаться, то только по хорошим поводам. Любите себя и свой город в Москве. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова